Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналий. Сегодня у нас очередное видео спасения уходящих лошадок-старичков с Юрвика. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Вот уже через несколько дней, возможно уже счет пошел на часы у кого-то, у нас из игры удаляют предпоследнюю старую породу лошадок, версия 1.5, то бишь полторашнего поколения. У нас это английская чистокровная, сейчас нужно мне найти только коневозку, где у коневозочка, старыйный амбар Марли. Да, даже не верится, что уже столько времени прошло и этот предпоследняя лошадь, последней старой лошадкой у нас является Юрвикский пони в большущем количестве мастей, всего там 13 разных мастей для этой лошадки, но с англичанами нам повезло больше, их всего лишь 3, поэтому спасти их будет намного-много проще. Ну и то возможно какие-то масти у Даши уже есть, да, английская чистокровная полторашнего поколения, 280 СК, так и у Даши, ага, у Даши есть уже даже двое купленных такие лошадки, надо будет проверить, возможно это очередной баг с названиями, то есть просто похожая масть, мы это обязательно проверим. А пока что покупаем вот этого вороного красавчика, который мне нравится больше всего, напоминаю, что прическу я не меняю, а чисто выкупаю породы. Так, 280 СК, это пускай будет у нас жеребец взрослый, плюшевый кстати у нас есть, нет, у нас нету плюшевого, но я хочу, чтобы это был... У нас демон есть? По-моему нету, хотя очень хочется, я бы назвала это плюшевый демон. Коня? Нет, у нас нету демона. Как тебя назвать-то, может быть дракон? Ночной? Ночной, может быть, ночной дракон? Просто у него глаза такие красные, такого красного цвета, я думаю, ему это имя будет идеально подходить. Ну знаете, наверное, да, ночной дракон, мне даже очень нравится. Я только что обратила, что у этой лошадки два беленьких носочка на задних ножках. Так, ну что ж, у нас 2952 СК, кстати, не знаю как давно, но я никогда не замечала, что вот в этом верхнем левом углу экрана показывают сумму, счет, счет ваших старкоинцев. Мне кажется, раньше его не было. Так, взрослый, жеребец, английская чистокровная порода полторашнего поколения, 280 СК. Ну что ж, покупаем, прям, ооо, прям я не могу, ну старички уже, ну все, вот я не верю, я не верю, что это приедет последняя порода, а дальше будут поняхи, и это очень грустно, уходит эпоха. Осталось еще и сколько, одна локация, которая целиком и полностью более-менее сохранила свой старый облик, это ДСД, и если его еще обновят, то все, старая ССО навсегда покинула чат. Так, давайте быстренько глянем, что у нас там с этими поняшками, да и вообще, да, вот у нас получается три масти англичан, дальше англичан второго поколения, арабы второго поколения, ганноверы, исландцы, так, липицы, анны, морганы, мустанги, кстати, вот для вторых поколений лошадей из приложения сюда не перенесли, вы их, опять же, можете купить только в приложении, перенесли масти для третьих поколений, дальше пентапианы, фризы, спортивные фризы, хафлингеры, шайеры, и вот в самом низу, в самом отдаленном, скажем так, участке, у нас стоит Юрвик с Кипонией, да, на всякий случай, пересчитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, а, четырнадцать! четырнадцать мастей этой маленькой лошадки, я как раз думаю, что успею поднакопить, и мне ровно хватит на всю эту породу, может быть, даже что-то и останется, вот, потому что ее очень много, а хотя какие-то масти я Надашку покупала, Надашу Панихом, вот только какую, не помню, или не покупала, нет, мне кажется, я кого-то покупала, да, я купила одну Паниху, следовательно, мне нужно накопить, точнее, иметь при себе сумму для тринадцати Паних, ну что ж, будем следить за балансом, и никуда его не тратить, так, я сейчас еду на конюшню, проверять, не ошиблась ли я, действительно ли у Даши, вот эта английская чистокровная, и вот такая вот гнидая, нет, это, наверное, даже караковая, с носочками, может быть, ССО глючит и что-то перепутала, так что быстренько едем домой. Вот мы и оказались уже на конюшне, делаем список по породам, лошадки у нас называются английская чистокровная, поэтому просто ищем ее в списках, у нас вначале идут американские пентхорсы, аполузы, арабы, ахалтикинцы, ага, голландская полукровная, может быть, я их просто не увидела? Где у меня есть... У меня две лошадки должно быть. Так, это американец, американец, американец другой, американец, американец, андалуз, аполуза, потому что все андалузы стоят здесь, арабы, клеммэнэ, так, а где? Арабская, ахалтикинская, вестфа... Это все-таки баг, ребята, не может быть такого, чтобы я их уже купила, и их тут просто не было. В конюшне они не стоят. Кто по мастям похож на них? Может быть, он засчитывает мне двух датских? Так, вот эта датская не похожа. Но я вот смотрю, действительно, больше никого похожих нет. Это косяк. Вот вы представляете, человек приехал, посмотрел, у него много лошадей, ему показывают, что у него есть эти лошадки, и он не проверил, он не проверил свою конюшню, а в итоге потом оказывается, что если вот он смотрит по породам, давайте даже вот просто англичанина вот этого перенесем, вот они должны быть здесь, и их нету. То есть все-таки у меня не куплен ни один из тех темненьких англичан. У меня есть только два вот таких датских, которые по мастям, один в один по мастям, отличаются только оттенок гривы и сама, по-моему, прическа изначально. Так что срочно возвращаемся на ярмарку и докупаем. Вот и как после этого спокойно жить в СССР и скупать старых лошадей, которых, правда, уже практически не осталось. Так, дружочек, ну просто скажи спасибо, что мы тебя все-таки спасаем. Это пускай будет у нас тоже жеребец, взрослый. И это у нас будет главный... Главный, главный. Хочу герцог. У нас герцог есть? У нас есть герцогиня! У нас нету герцога. Ну, как так? Гонщик. Может быть, главный гонщик? Нет, нет, нет. Какой-то другой какой-нибудь... Как тебе назвать это быстренько? Непокорный гонщик. Потому что английская чистокровная у меня ассоциируется целиком полностью со скачками. Так, взрослый жеребец непокорный гонщик. 280. Покупаем. Вот теперь мне действительно стоит копить именно на поняшек на 13 мастей, потому что сейчас я куплю еще одного англичана, мне уже будет, по-моему, не хватать. Так, отправить в конюшню. Я очень рада твоему спасению. И теперь спасаем вот этого с белыми губками, который мне никогда не нравился. Это пускай будет уже у нас кобылка. Беглянка, наверное. Затуманенная, звездная, конфетная. Красная, королевская, косматая, косматая беглянка. Не-не-не, надо что-то получше. Лунная, луговая, луговая, а, белянка. Почему беглянк-то? Бе, беби, а вот беглянка-то. Чуть белянка не назвала. Хотя с белыми губками ей бы подошло. Так, взрослая, кобыла, полторашнего поколения английско-чистоокровная, луговая, беглянка. Все правильно? 280 СК. Так, все, покупаем. Фух, вот теперь можно вздохнуть то ли от горя, расстройства, то ли с облегчением. Лошадку мы купили, всю породу спасли. Так что отправляемся на конюшенку опять и уже смотрим, как они будут стоять в дневниках. Я посчитала, чтобы мне хватало на поняшек, мне нужно подождать аж 5 недель. Причем ровно 5 недель. Пятую субботу у меня будет хватать на всех понях. Ну, я успею накопить. Главное, их ни на что больше не тратить от СК. Вот, наконец-то, все, душа моя спокойна. Мы смотрим, вот у нас английская чистокровная раз, английская чистокровная два и вот третий англичанин вороной это три. Все, наконец-то, вот теперь все хорошо. Можно не переживать, лошадки спасены, они будут проводить свою пенсию, свою старость на конюшне Даши по нихом. Боже, уйти, боже мой, какой-то смешной. Вы посмотрите на это. Боже мой, ладно, анимация шикарная. Ой, смешной такой. Он, кстати, сейчас похож не на лошадь даже, а на не знаю, какого-то дракона, но прикольно, мне нравится. когда подходишь, они вот начинают там танцевать, покачивать, и убожить, и у старых лошадок это выглядит слишком мило. С взглядами, глазенками. Но я очень рада. Я очень рада, что мы их всех купили, всех спасли. Давайте же погладим вот небокорного гонщика. Почему вот у вас у старичков выглядит анимация поглаживания намного лучше, чем у большинства других лошадей? Какая древность, ребят, какая память. Ну просто. Я даже не знаю, стоит ли мне спасать на основной аккаунт всех этих лошадей. Я купила, по-моему, одну или двух лошадок. По-моему, двух. с белыми губками решила не брать. На основу я не всех к ней спасаю. Я именно вот на Дашу Панихон всех спасаю. И я не жалею об этом. То есть на основе у меня куплены исключительно те лошади, которые мне нравятся больше всего. Так. Чтобы, 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 чтобы... Да вот это вот на тебя наденем. И вот этот вот вальтрапик. Может, синенький? Не, давай не синенький. Так. Ага. Я думала, там получше уздечко. Видимо, мне показалось немножечко. Ну, и ладно. Ой, ребята, смотрите, у нас еще стремена вообще улетели куда-то вниз в закат. Просто палочки какие-то. Ну, все. Красота. Лошадки спастены. О, ну, боже, ну, такие такая красивая рысь. Вот у полторашнего поколения мне рысь всегда нравилась. Надо будет как-то как-нибудь взять старичков покататься, позаниматься, потренироваться и вообще вспомнить, каково было раньше на таких лошадях кататься постоянно. Сейчас это очень редкая, скажем так, деятельность кататься на стариках. Все сейчас катаются на новых лошадках. Мы сделаем фото еще на память и на обложку, конечно же. Что вообще у Даши Панихом по спасению лошадей? Прежде чем заканчивать, хочу сделать быстренький обзор на конюшню. У нее всего наверное шесть, нет, пять. Пять целиковых страниц. А знаете, давайте даже посмотрим. У нее нету только двух магических лузитана, которых удалили из игры еще два или три года назад, если честно, я уже не помню. Ну да, у нее наверное как раз таки вот где-то пять полных страниц. Да, вот, все, если вот так вот, то как раз хватило места для... Ладно, одна поняшка все-таки переносится на следующую страницу. Ах, или мустанга. Нет, мустанга еще не удалили, все, да. Вот, по факту у нее ровно пять страниц стареньких лошадок. Чисто пять. Я не представляю, сколько у нее будет страниц, когда она начнет себе покупать новых лошадей, там, или когда мы начнем спасать вторые поколения, если их, не дай бог, будут убирать. Так что, да, вот такие вот пять страничек счастья. Я даже не верю, что здесь все вот эти лошади, это лошади, которых уже нет в игре. Я просто в это не могу поверить. И мне все еще кажется, что на вот этих американских квотерхорсах проходят все чемпионаты, что клубы тренируются там либо на фризах, либо на андалузах, кто-то на арапах катается, кто-то вот в ДСД катается на ирландском Кобе. Магики, которые приезжали раньше с Гарри Голдтутом на поля между мостом с Серебряной поляной и Фергроуф. Сейчас их уже нету, по-моему, тоже их уже убрали, больше они уже не приезжают. Очень-очень грустно, но я рада, что я смогла сохранить их такой памятью на отдельном аккаунте. Я, наверное, когда буду покупать последнюю поняху, ну, по мостям последних поняшек, я, наверное, буду плакать. Потому что это значит, что либо они приостановятся и пока что никого не будут убирать, либо это означает, что они начнут убирать вторые поколения, и вот это вот уже будет моя личная боль, потому что с ними я начала свою ССОшную деятельность в самом, что ни на есть, крупном объеме. Ну, а на этом все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, спасали ли вы тоже этих лошадок, если спасли то всех или какие-то конкретные масти, мне будет очень интересно почитать, как вы назвали таких лошадок, какая у вас с ними ассоциация и насколько сильно вы будете по ним скучать. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Боже, я же потом буду пересматривать свои же видео и плакать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!